Ну что ж, друзья, продолжаем рассказывать нечто интересное. И сегодня у нас вторник, 4 февраля, за окном уже в плюс 1 градус. Это значит, что весна уже совсем скоро придет. Буквально, не знаю, 3-4 недели осталось даже до конца зимы. Потом весна, ну наконец-то уже птички прилетят, люди прилетят, может быть, еще кто-нибудь прилетит. Да, я на самом деле сегодня решила поделиться информацией о том, как не заболеть для начала гриппом и ОРВИ, а уже потом, может быть, какие-то даже меры профилактики коронавируса об этом поговорить. В общем, на самом деле ничего сложного, все очень просто. Прямо сейчас вот при помощи наших фотографий попытаюсь вспомнить все то, чего нужно посоветовать. Ну, во-первых, во-первых, так, что там у нас? Ну, наверняка, во-первых, надо соблюдать гигиену, я уверен, нет? Нет, чтобы мыть руки перед едой, может быть, но я часто от себя пока откидываю. Да, да, ты говори, говори. Наверняка, не знаю, не надо целоваться с кем попало, опять же. В общем, самое главное, первое правило, одеваться по погоде. Знаешь, вот это вот, когда ты, если тебе сильно жарко, тоже нехорошо. Если тебе как-то вот не очень... А если вот так хорошо, но коленочки слегка мерзнут? Да, и люди скажут, а что, у тебя нет зимние куртки? Вот есть такие люди, которые говорят, а мне так хорошо. Но мне кажется, что все равно это не очень правильно. Если ему сейчас так хорошо, то как он летом потеет максимально много? Да, в общем, как говорится, первое правило, одеваться по погоде. Второе правило, держите, пожалуйста, ноги в тепле. Помнишь, еще Суворов говорил, держите ноги в тепле, а голову в холоде. Так вот, можно ноги держать в тепле так, а можно вот, например, где-нибудь на Мальдивах. Отдельно? Да. Ты в Перми, ноги у тебя на Мальдивах. Не, ну ты берешь и на весь зимний сезон уезжаешь куда-нибудь к теплому морю. Так тоже, как говорится, можно. Однако вот, например, дней до 10 рвануть зимой, а потом приехать, это не очень полезно для иммунитета. Аклиматизация, стресс. Да, и аэропорты, опять же, люди в масках. И прочее, прочее, прочее. А вот, несмотря на то, что генерал Суворов говорил, что держите голову в холоде, все-таки, 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 да, все-таки говорят, что зимой нужно голову тоже в тепле держать. Ладно. Следующее правило, дышать носом. Обязательно, потому что нос, как говорится, грелка, там есть теплая кровь. Да. А во рту нет теплой крови. Да, нос, мерка, то есть ты никогда не возьмешь носом больше вдох, чем тебе нужно. И нос, фильтр, там есть всякие бактерицидные... Покупайте нос с фильтром. Носки, которые защитят тебя от возможных вирусов. Следующее правило, ограничьте контакты. Вот если рядом с вами, за столом, в офисе кто-то чихает, нужно или его отправить на больничный, или всем отсесть от него. Ну, может быть, это на тебя аллергия просто, понимаешь? Так тоже, кстати, бывает. Чихаешь, потому что ты обильно потеешь, опять же, летом. Да. Следующее правило, не ходите в общественные места, когда начинаются вот эти... Кстати, в форум же отменили, слышала в Сочи, Мишустин сказал, нет, давайте перенесем. Нет, 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 давайте перенесем. Следует твоим советам, я думаю. Да, концерты, театры, общественный транспорт, кинотеатры, рестораны. Дома не выходить просто, да? Ну, рекомендуется, но все равно же все ходят. Следующее правило, избегать стресса. Когда организм твой вот изнурен стрессом, то какая-нибудь болячка обязательно к нему привяжется. Причем, ты знаешь, на самом деле иногда она привязывается от того, что человек просто устал. Вот он не понимает, он идет, идет, работает, работает, а организм говорит, да хватит уже, отдохни. И он заболевает, причем может заболеть очень серьезно. Да, в школе такое было. Да, контрольное, а я заболела. Да, а я устал. Следующее правило, закаляйтесь. Но закаляться, конечно же, нужно не тогда, когда ты заболел, а... Это ты сама этих мужиков фотографировала или скачала где-то? Это я скачала. Типа, мужики, да мы не хотим, ну для фото, для эфира надо. Да, видишь, они закаляются снегом. Можно закаляться по-разному, можно, не знаю, там ноги обливать холодной водой, можно холодовым плаванием заниматься в конце концов, а можно вот, пожалуйста, снегом. Это что касается профилактики, как говорится, ОРВИ и гриппа. Но сейчас все озабочены тем, как бы не подцепить коронавирус и чтобы такое сделать, чтобы, как говорится, остаться здоровыми. Так вот, все-таки ты прав. Действительно, мойте руки. Руки – это одно из самых главных правил, которые нужно использовать, причем всегда. Ну, конечно. Обязательно мыть руки. Ни в коем случае не трогать лицо руками. Своё или чужое? И своё, и чужое. Мужчина, подойдите. Ой, какие у вас щёчки. Что это у вас там? То есть прикасаться к лицу глазам только недавно вымытыми руками. То есть, ну, например, знаешь, девушка контактный линзу надевает, обязательно нужно руки помыть. В людных местах и транспорте от микробов спасает медицинская одноразовая маска. Мы только что её видели. А также не прикасайтесь руками без перчаток, дверным ручкам, перилам и другим поверхностям в общественных пространствах. Каких перчаток? Медицинских надо купить? Или у вас в обычных? Собственно говоря, в любых. Ну, ты представляешь, что ты такой, идёшь по улице, а у тебя медицинские перчатки. А если нет перчаток, у тебя что, ногой дверь открывать получается? Значит, вспоминай правило о том, что мойте руки. Так нет. И не касайтесь лица. Смотри, ты выходишь из туалета, как открыть дверь, не прикасаясь к ручке? Ты помыл руки уже, понимаешь? И как вот это сделать? Открыть, а потом ещё раз полоснуть. Так дверь закроется, там же автодоводчик. Вот у меня всегда этот вопрос. Как это сделать, не прикоснувшись к ручке? Локтем. Ну вот. Как-нибудь ещё так. Ногой, да, в итоге. А потом тебя заставят ногой. Потом тебя вытрут об эту ручку. Дальше. Ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия в период вот этих... Да, без этого всё теперь. Ну да. И вот. А я вот на самом деле вот тебе хотела спросить. Если тебе протягивает человек руку, а он только что, не знаю, чихнул и вытер нос, ты что, правда ему не подашь руку или как? Я вообще всегда подаю. Вот. Зашёл в туалет. Здравствуйте, в каждую кабинку. Здравствуйте. Как ваш ничего, извините. Ну, собственно говоря, вот. Часто проветривать помещение, не пользоваться общими полотенцами. Кварцевать-то надо, кварцевать. Да, если есть кварцевая лампа. Кстати, в офисах это прямо, я не знаю, панацея, если завести кварцевую лампу и кварцевать. А нет там вот этой женщины, которая выключите мне слишком кварцово. Там дует есть вот когда-то. Не забывайте, что кварцуют в то время, когда все куда-нибудь выходят. О, вот это прям хорошо, хорошо. Там все будут, ой, давайте прокварцуем, мне надо в магазин сходить. Ну, и если вдруг ты заболел, ну, как не заразить окружающих? Во-первых, минимизировать контакты со здоровыми людьми. Опять же, приветственные рукопожатия, поцелуи. А вот таких психологических и дурных людей тоже? То есть, не надо общаться с ними лучше? Ну, в общем, да, в общем, да. Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми или пользоваться общественным транспортом, используйте, опять же, одноразовую маску. Или автомобиль. Обязательно меняя ее каждый час. При кашле или чихании обязательно прикрывайте рот по возможности одноразовым платком, если его нет, ладонями или локтевым зубом. А как ты? Ну, то есть, одноразовая, это же салфетка. Ну, да. Ну, и ты чихнешь, вот у тебя столько времени, ты сейчас, 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 сейчас я возьму, так, все, где-то час прошел, ты все, ну, наконец-то, там же уже не хочется. Ты же чихаешь неожиданно. То есть, это у тебя секунда есть, чтобы найти. Ну, все равно, обязательно прикрыться. Причем, очень многие врачи рекомендуют именно прикрываться локтевым сгибом, потому что как раз, чтобы на руках потом микробов не было. А не знаешь, вредно чихать в себя? Вредно. Да? Да, особенно ушам. И неприятно, честно говоря. Пользоваться только личной и одноразовой посудой. Вы знаете, что я лично, когда заболеваю, у меня всегда там кружка моя, и я никому не разрешаю из нее пить. Из дома уходишь просто, всю посуду с собой забираешь. Изолировать, домочаться в свои предметы личной гигиены. Зубную щетку, мочалку, полотенце, да, изолировал. Ну, они же прям охотятся за твоей мочалкой-то, да? А самое главное, проводите влажную уборку дома ежедневно. Я подумала, вот если я заболею, не дай бог, заболею, и еще и сама помыла пол, и никто же не поверит, что я болею. Все скажут, на работу. Там мой еще, нам нужны деньги. Везде ты отлично моешь, давай. Да, ну, в общем, друзья мои, как говорится, соблюдайте правила, как это сказать, гигиены, да, профилактики, будьте, конечно же, здоровы, берегите себя. Ну и я вот не очень верю в какие-нибудь там антигриппины, которые нужно пить для профилактики, но вот уже когда заболел, то, конечно же. А чеснок, чеснок помогает? У меня дома, ну, положили в миску чеснок сейчас, и на всю квартиру воняет чесноком. Ну, это поможет. Ну, зато вампиры точно не приятны. Или мы просто нюхаем, и все, и это уже не помогает. Ну, на самом деле, никаких научных подтверждений того, что именно разложено рядом чеснок. Стоп, подожди, а киндер вот с чесноком, он тоже, хочешь сказать, не помогает или что? Ну, я не знаю.